Привет, просветители! А знаете, на какие фильмы я хожу в кинотеатр? На детские. А какие спектакли посещаю? Детские. Любимые книги? Детские. А какую музыку я слушаю? Правильно, песни шамана. А все почему? Я просто подцепил вирус... многодетности. А вы еще нет? Странно. А вот по мнению депутата Госдумы Татьяны Буцкой... Да, она снова вернулась. Ура! Это именно то, чем мы должны заболеть в этом сезоне. Похоже, в предстоящие месяцы новые виды гриппа будут уже не особо актуальны. Как должен проходить процесс с заражением многодетностью? Естественно, в тесном контакте с другими семьями. На корпоративе. Да, к сожалению, вы не ослышались. Первый заместитель главы Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в разговоре с «Осторожной медиа» заявила, что корпоративы необходимо проводить только в семейном формате. По ее словам, все сотрудники должны приходить на праздник с женами, мужьями и детьми. Отличное предложение. Думаю, что сами работники будут просто в восторге. Да и жены с мужьями оценят инициативу по достоинству. Ты хочешь весело провести время со своими коллегами в окружении тех людей, которых ты хорошо знаешь? Но нет! У нас тут семейное застолье. Скатерть-самобранка. Главное, чтобы корпоративы мужа и жены друг на друга не наложились. А то неудобно получится. Возможно, вас бесит. Так что аж слюнки текут, что я все время рекламирую разную заморскую вкуснятину. Гавайские поки, японские суши, итальянскую пиццу. Что ж, мы с нашими друзьями доставкой TheFoodBand вас услышали. В меню теперь есть и простая, родная русская жареная картошечка с грибами, мясом или вообще с охотничьими колбасками. Короче, в меню FoodBand все красиво и сытно. А главное и скидка на все-все заказы по промокоду ОСТАПов. Круглосуточно работают, сами приготовят и доставят по Москве и кое-где еще. Скидка многоразовая. Хоть каждый день пользуйся. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню FoodBand много пиццы из печи. Есть и простая, классическая, а есть и с буженин или осьминогами. Если не едите тесто, возьмите боулы с лососем или креветками. Или же большой сет разных роллов и суши. А есть и горячие блюда FoodBand, лапша-вок с курочкой и другие блюда со сковородки. Ну и вот новая родная ароматная картошечка. Целая линейка на выбор. Изучайте меню и берите. Кстати, зрителям-предпринимателям, у FoodBand есть франшиза, если мечтали открыть кафе или доставку в вашем регионе или за границей. Ну а если просто хочешь поесть, пиши при заказе код ОСТАПов. Скидка на любые блюда. Ссылки ниже и приятного аппетита. По ее словам, все сотрудники должны приходить на праздник с женами, мужьями и детьми. Тут и соблазна для романов не будет. Да, служебные же романы исключительно на новогодних вечеринках зарождаются. А вирус многодетности, в лучшем смысле слова, заразит тех, у кого еще нет детей или семья еще не многодетная. Казалось бы, могут ли быть изъяны у такого прекрасного плана? Конечно нет. Но я все-таки попытаюсь их найти. Итак, человек работал целый год. Мечтал отдохнуть, выпустить пар. Уйти в отрыв. Машку из бухгалтерии обсудить. Послушать песню «Мой бой шамана». Не опасаясь штрафа за пропаганду. А Татьяна, с одной стороны, предлагает привезти детей, ну, чтобы вы случайно не забыли, что являетесь родителями и не расслаблялись тут. И вместо того, чтобы отдохнуть и ни о чем не думать, за ребенком следили. Ну, если руководство не выделит денег на анимацию для детей, скажу по секрету, учителям на корпоративах о таком даже мечтать не стоит. Хотя, если так подумать, а даже если аниматоры найдутся, то как тогда дети будут распространять вирус многодетности, если они по факту толком пересекаться не будут с сотрудниками, у которых нет детей. Мам, мне скучно. Пап, мне жарко. Тань, я здесь вообще никого не знаю. Пошли отсюда. Уже 40-летний ребенок говорит. Соглашусь. Представить, что иногда взрослые люди хотят отдохнуть в том числе и от дома, просто невозможно. Это же противоречит традиционным ценностям. Все должны ходить друг за другом и за ручку. С другой стороны, все остальные работники обязаны наблюдать за чужими детьми. За их играми, весельем, танцами, беготнёй. И вместо взрослых напитков распивать компотик. Или Татьяна предлагает традиционные для российских фирм новогодние возлияния прямо перед пятилетками проводить, а взрослую же музыку заменить на танец маленьких утят. Ничего не имею против, для разнообразия самое то. Но не как единственное блюдо. Наши грающих утят, быть похожими хотят, быть похожими хотят, не зря, не зря. Я не знаю, в каком мире появление детей на взрослой вечеринке, главная цель которой оторваться за целый год, давайте не будем путать семейное торжество и корпоратив, заставляет людей задуматься о многодетной семье. Вы когда в ресторан без детей приходите, сильно радуетесь, если вам дают столик прямо напротив детской комнаты, а вы поговорить хотите. А тут детская комната сама к вам пришла в качестве бонуса. Все последние годы государство доказывало мне, что я должен закрыть рот, следить за своим поведением и с радостью отправиться в мир манной каши. Ну или сразу же телепортироваться в масло. Фильмы? Их может посмотреть ребенок. Врезаем сцены. Чик-чирик. Обрезание теперь не только для мальчиков. Книга 18+, все равно запрещаем. Игры? Пропаганда. А если ребенок это увидит, а если дети, то услышат. Так вот, некоторые люди, многие, один раз в году хотят вести себя так, как они хотят, не опасаясь, что их увидит чей-то ребенок, и он испортится, как банк огурцов на солнце. Мне эстетика веселого отрыва, что за столом, что на столе, никогда не была близка. Я вообще против алкоголя. Но мне хватает ума понять, что взрослые вечеринки, уставших за год людей, зрелище вообще не для детских глаз. Вот мы и сделаем праздник. Правильный, хороший, семейный. Заразим вирусом многодетности. Вы заразите людей вирусом раздражения. Все те, кто хотел уйти в отрыв, а сейчас вынужден участвовать в конкурсе, нарисуй коровке глазик. А что говорит свинка? А свинка ничего не говорит. Свинка злится, что и дискотеку испортили. Будут либо раздражены, потому что они не могут делать то, что хотят, либо наплюют на малолетних зрителей и устроят такое шоу. Детишкам точно мало не покажется. Вообще, видосы с корпоративов видели? Как вы думаете, если на выпускном кто-нибудь додумается своей старшей дочери выпускницы, младшую сестренку лет пяти в качестве спутницы на целую ночь вручить? Много одноклассников тут же захочет большую семью завести. Смотри, как Машка веселится. Да, это именно та реклама семьи, которая точно поможет. Только вот что-то мне подсказывает, что сами родители не будут в восторге от такой пати на хате. Вы никогда с друзьями не собирались, с несколькими детьми, когда целью мероприятия является взрослое общение? Не воскресный завтрак в кафе, а, например, ДНД. На полдня. И вот через пару часов детям становится скучно. Я их могу понять. Кто-то хочет спать. Кому-то требуется внимание родителей. Они хотят, чтобы их развлекали. И это абсолютно нормальное желание. И вот вы уже забиваете на правила и просто передвигаете фишки по столу. Ну, то есть дети передвигают, потому что друг с другом они уже наигрались. И это все, безусловно, мило и круто. Только вот остальные люди, в том числе и сами родители, пришли заниматься другими вещами. Ну, хватит с дядей Сережей говорить. Я хочу, чтобы вы играли по моим правилам. 0% осуждения, 100% понимания. Это вот прям буквально я, когда мне объясняют правила сложной настолки. Только вот изначальная цель всего мероприятия просто потерялась. И нет, я не считаю, что дети что-то портят, или общение с детьми, это не круто. Я учителем 10 лет работал. Мне дети больше взрослых нравятся. Точно так же взрослые люди, ведущие себя по-взрослому, уж сами решите, что в это определение можно вложить. Максимально странно смотрятся на детском утреннике. Да, безусловно, можно сделать так, чтобы всем было весело и интересно. Но если я хочу устроить вечер триллеров, а вы мне предлагаете Винни-Пуха включить, чтобы Маша не испугалась, Маш, тебе уже 30-ник, хватит ныть. Я буду недоволен, потому что я хотел посмотреть фильмы ужасов, даже если у меня самого дома еще 5 таких же Маш. Родители все еще хотят иногда иметь возможность развлекаться, как взрослые. Удивительно, правда? Почему притащить первоклассника на Фауста не самая гениальная затея? Потому что вы против традиционных ценностей многодетных семей. Нет, потому что это по возрасту ему не подходит. Есть огромное количество отличных семейных спектаклей. Корпоратив не семейной посиделки. И только Татьяны Буцкие и такие же товарищи хотят превратить взрослые мероприятия в детский сад на выезде. И да, если взрослые люди хотят трясти полуголой пятой точкой на закрытом мероприятии, они должны иметь на это право. И где-то сейчас поперхнулась Катя Коносова в своем белом польтеце. Вы не добавите старшеклассникам желания плодиться, размножаться, если во время школьной дискотеки заявите, что вся музыкальная программа должна подходить для первого класса, который по непонятным причинам сюда же и загнали. Это нормально, что некоторые игры, книги, фильмы, мероприятия не предназначены для детей. Если у Глюки Андреевны есть муж и трое сыновей, это не означает, что она везде должна брать их с собой. В первую очередь для ментального здоровья самой Глюки Андреевны. Давайте все вокруг превратим в мир манной каши, и тогда все захотят стать многодетными семьями. А может быть создадим условия для нормального семейного досуга, чтобы единственный взрослый праздник не воспринимался, как отличная возможность многодетностью заразить? Что конкретно должны продемонстрировать многодетные семьи на корпоративе, чтобы бездетный Сережа тут же захотел детей завести? Но окей, вы поможете ему почувствовать себя чужим на этом празднике манной каши. И что? Мгновенно в роддом побежит? Нет, он просто в следующий раз сюда не придет, а пойдет с друзьями отдыхать. Привезти семейный выездной пикник для работников? Отличная идея. Вот они, семейные ценности. Заставить везде за собой таскать ребенка в качестве рекламы счастья материнства? Даже лучше! Очень хочется узнать мнение зрителей с детьми. Вот вы бы хотели привезти своего ребенка на корпоратив? Вы вообще видели, как там Машка танцует? Вот фильмы мы боимся смотреть, а на столе отплясывать нет. В принципе, хотели бы, чтобы это стало единственной формой развлечения. Все только в семье, с семьей и о семье. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то, во-первых, я вам буду очень благодарен, а во-вторых, переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И, кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддержат меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.